За последние пять лет количество утонувших по собственной глупости или неосторожности потихоньку уменьшается. Если в 2007 году было зафиксировано 77 утопленников, то уже в 2011 их было 56. Возможно, этот год станет рекордным по наименьшему количеству тех, чьи жизни забрала вода. Но тем не менее, за минувшие полгода уже утонули 19 человек. И впереди еще два опасных месяца. Однако причины большого числа жертв остаются прежними – алкоголь, переоценка своих сил и нарушение правил поведения на воде. Но теперь к этому списку можно добавить, как показала статистика, неумение держаться на воде. Порядка половины взрослого населения Эстонии не умеют плавать или могут проплыть не более 21 метра. Это, несомненно, мало, чтобы идти купаться в незнакомом месте или делать это в одиночку или плавать в глубоководных водоемах. Все учения происходят в детстве, как правило, и учиться плавать нужно тоже в глубоком детстве, а не в глубокой старости. Поэтому те, кто не научились и кому уже зрелый возраст в цвете, то уже, в принципе, они и не хотят, и не умеют. А детей нужно учить с малолетства, до школы. И родителям, у кого есть время между рабочими днями, все же же следовало подумать о том, что отдать детей на курсы плавания. Однако еще одной причиной для волнения являются оставленные без присмотра дети, которые во время игр и баловства возле воды могут также пострадать. Недостаточный надзор со стороны родителей за своим чадом – это большая опасность для ребенка. К тому же, многие из них тоже не умеют плавать или еще слишком малы, чтобы учиться. По словам специалистов, помимо непосредственного обучения плаванию, детям нужно рассказать о безопасности на воде, объяснить, как оценивать водоемы, что в них опасного и как избежать этих самых опасностей, поскольку это поможет предотвратить несчастные случаи, ставшие причиной гибели людей. Это следствие пропавшей дети. Если приходит родитель с ребенком, а родитель после 5-дневной рабочей недели, по 12 часов, то придя на пляж и расцелив свое полотенце, что он сделает? Он заснет. И ребенок предоставлен самому себе. Поэтому, как вариант, можно подойти к спасателям, взять у них маленькую нарукавную ленточку, написать телефон родителям. Если такой ребенок потеряется на пляже, то родителя будет уже легче разбудить. И сказать, что ваш ребенок найден, о чем даже родители не знают. Спасатели такое положение дел не радуют, поскольку глупость и самоуверенность – основные причины несчастных случаев на воде. Другими словами, люди по-прежнему идут купаться в состоянии алкогольного опьянения, а также переоценивают свои возможности. Умение плавать у наших людей среднее. Спасатели отмечают, что в жаркую погоду к ним часто обращаются с жалобами на сердечные и головные боли. Если человек в таком состоянии идет купаться и заплывает за буйки, то с ним может случиться приступ. Спасатели же не гарантируют, что они вовремя доберутся до такого утопающего. Конечно, не стоит далеко заплывать и на матрасе. Если человек, не умеющий плавать, свалится с матраса, то он может и утонуть. И, конечно же, алкоголить дети на природе вблизи водоемов – вещи несовместимые. Об этом неустанно говорят не только спасатели, но и медики. Екатерина Плехова, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok